Там написано, что это случится, когда рак на горе свистнет. Мы же понимаем, что это шутка. Они понимают буквально, значит, нужно нам что сделать? Сделать раков, которые будут свистеть. В чем проблема? Ни в чем. Давай скрестим рака и соловья, и там выведем свистящих раков. И все, исполним пророчество. Приветствую вас, дорогие наши зрители канала Перехват Управления. У нас на связи Алан Мамиев. Здравствуйте, Алан. Дорогие подписчики Перехват Управления. Алан, ну, произошло это событие, скажем так, геноцид коров состоялся. То есть этих несчастных красных коров в черте откуда везли. Я так понимаю, что это достаточно редкие такие существа на нашей земле, видимо. Данный ритуал предусматривает строительство третьего храма. То есть там же смысл ритуала в освящении самого жертвенника, жертвенника этого храма. Храм должен быть в определенном месте, да, на храмовой горе, где вот сейчас находится Алякса. Соответственно, вокруг этого все эти пляски были, мы с тобой-то не раз обсуждали. Этих красных коров, так называемых, необходимых для ритуала, у которых нет ни одного, ни седого, ни черного волоса, их в природе как бы не существует, да. И, соответственно, как вот сами израильские источники говорили, с помощью генной инженерии было выведено целое стадо подобных коров в США. И из них уже выбрали наиболее подходящих и привезли их в Израиль. Это тоже все широко освещалось и как бы демонстрировалось, что, дескать, вот-вот они этот обряд проведут. Как они его провели, я не знаю. Почему он лично свидетелем этого дела не был, но, как нам сообщают информационные разные источники, что, дескать, обряд был проведен, но вряд ли он был проведен там, где он должен был проведен, понимаете. Поэтому, что там из этого всего получится, покажет время. Они не смогли эту задачу решить технически, да, то есть не смогли справиться с Палестиной, как они планировали, хотя все закрыли глазам то, что там происходит. Как бы, грубо говоря, мировое сообщество отвернулось от Палестины, дескать, Израилю дали полный карт-бланш, наверное, кроме применения ядерного оружия, там применили все. Но все равно вопрос решить не смогли. Соответственно, если не смогли решить вопрос с Палестиной, дальше решать вопрос с Иерусалимом, а он разделен пополам, да, между иудеями и мусульманами, они тоже не смогли технически, то есть, как бы, хваленый Цахал и Массад эту задачу не смогли решить. Но тут еще другой вопрос есть. Все ли в Израиле поддерживают этот радикальный иудаизм, понимаешь, потому что то, о чем мы говорим с этими красными коровами, эти все старые мифы и предания, это все равно достояние иудаизма, такого вот, именно махрового его проявления, да, оккультного какого-то. И Израиле очень много светских людей, очень много кто против этого был. Я вот часто делал эфиры по этому поводу, да, и вот товарищи из Израиля разные подключались к эфиру и говорили, что они светские люди, они категорически против. Они знают все эти истории, они там, у них в самом обществе израильском нет единства по этому вопросу. Я думаю, что и там сопротивление пошло. И очень хорошо, что у нас, как бы, в информационных сетях очень сильно эту волну раскачали, да, подняли. И на каком-то смысле, ментальном там или еще каком-то, мы тоже свое противодействие этому процессу оказывали. И оказываем, да, потому что никто из нас не хочет все-таки ядерной войны и конца света, да, этой битвы конца, которая может привести к концу цивилизации. Ни один здравомыслящий человек этого не хочет. У всех дети, внуки есть там, какое-то будущее себе представляет. А есть вот какие-то радикальные, фанатичные люди. Вот, соответственно, что пробедит, здравый смысл или вот эти фанатики, вот мы и смотрим, да, наблюдаем за этим. Сделали ли они свой обряд, но они его могли сделать. Будет ли он тот эффект иметь, придет ли этот машах, которого они так ждут, ну, посмотрим. Понимаю, сейчас сложно что-то сказать, обманывать мы не хотим. Ну, а изначально они должны были сделать этот обряд, когда должен был строиться храм Соломона? Или нет? Или там, как вот это вот все должно было? Там есть жертвенник. Он находится в центре храма, как у любого в центре храма жертвенник находится. Его нужно осветить. Для того, чтобы его осветить, нужно принести животоприношение этой красной коровы, сделать ее сжечь, все сожжения сделать. И этим пеплом осветить, соответственно, жертвенник и осветить жрецов, да, которые будут там дальше служить в этом храме. Их посыпать надо будет этим пеплом. Ну, вот, не знаю, как это делают так, да, в Индии до сих пор так тоже делают, там, этим пеплом посыпают. В общем, такой обряд провести. Соответственно, нужно было храм поставить, внутри которого этот жертвенник. Потом я уже дальше смотрел разные источники, я слежу за ними постоянно. Они говорили, ну, давайте мы храм пока не можем сделать, давайте пока как-то вот там хотя бы территорию зачистим, да, вот эту храмовую гору, поставим там сам жертвенник, а стены возведем потом. То есть сначала, они уже понимали, что сроки горят, да, поставим жертвенник, осветим его, процесс запустим, а потом вокруг него выстроим храм. Но даже и это тоже не получается сделать, потому что мы бы об этом уже бы знали, да, если бы там в Иерусалиме подобные вещи происходили, они не происходят. Соответственно, вот у них даты определенные были, это Песах был, да, то есть праздник этот, как сказать, спасение из египетского пленда. Вот сейчас вся Россия будет праздновать Пасху, да, это же вот иудейский праздник Песах, спасение из египетского плена. Понимаете? И вот как-то не успели. Чем это дальше все закончится, вообще непонятно. Будет ли вообще государство Израиль, да? Ну, даже если не будет, они как запасной аэродром рассматривают Украину восточную. То есть там на все случаи жизни есть определенный сценарий, какой из них сейчас будет реализован, но это покажет время ближайшее. Алан, а вы думаете, что именно Украина как запасной аэродром, а не основной? Не, ну они расселятся будут по миру. Там же, там же, к чему борьба шла? Там есть евреи, которые ненавидят государство Израиль. Почему они его ненавидят? Потому что они считают, что евреи должны миром править, а не Израилем. И считают, что Сталин в свое время их обманул, собрав пассионарную часть еврейского народа на вот этой вот пустыне, да? Они должны в мире быть во всем, а не в одном каком-то там анклаве, да, в пустыне находиться. И, соответственно, вот вы же знаете, много американских евреев, особенно там эти Бнайбрид, Хасиды, там разные, они выступали против, они постоянно митинги проводили против государства Израиля, в том числе и в Израиле. Почему? Потому что они считают, что евреи должны расселиться по миру. Это их проект в этом заключается. Что государство Израиль должно быть уничтожено, Киссинджер даже тоже об этом говорил, известный, да, политический деятель, что не должно быть государство Израиль, и евреи должны опять разойтись по миру. И, соответственно, они разойдутся в разные точки, в зависимости от того, откуда они пришли, каким языком владеют, да, то есть какая-то часть США, какая-то часть в Аргентину. Одна из самых больших, ну, как бы, еврейских диаспор находится в Аргентине, да, в Латинской Америке. Часть в Европу, которая, соответственно, из Европы, а часть, которая выхода из Советского Союза, обратно сюда, на нашу территорию, ну, языком владеют, культурой и все остальное. И под это был проект, это Новая Хазаря, да, Небесный Иерусалим, как они называют по-разному, об этом тоже уже десятки лет говорится. Под этот проект они хотели Крым и пять прибрежных областей возле Черного моря, да, там Одесская, Николаевская, вот, Запорожская, Херсонская и Крым. И это то, что вот у нас называлось, когда вот операция бы, например, своба прошла бы, так сказать, как была запланирована, да, за две недели, то там создавался Крымский федеральный округ. Вот этот Крымский федеральный округ, это, в принципе, граница есть с той, ну, самой Новой Хазарей. Но что-то пошло не так. Нашла коса на камень. Я так понимаю, что наши власти тоже хотели устроить там, помочь еврейскому народу, иудеям, создать там свое такое отдельное государство? Слушай, ну, вот я когда по этому поводу разговаривал тоже с товарищами в больших погонах, как бы, вот, ну, как, вы же понимаете, вот этот Крымский федеральный округ и карта Новой Хазарей, показывает, смотри, это же как-то похоже. И он говорит, ну, а что там такого, говорит? Я говорю, ну, в смысле, как что? Ну, говорит, да ладно, ну, смотри, говорит, они, говорит, за эту землю, они готовы вложить огромные инвестиции потом в Россию, они привезут с собой новые технологии, эти все высокие технологии. Мы совершим технологический прорыв. Ну, а что, говорит, они будут, типа, сильно выеживаться, мы их потом, как бы, это самое, у насекомим, понимаешь? Но они же, говорит, вложат триллионы долларов потом в это все дело, как бы, обещают. Вложить триллионы долларов, привезти современные технологии из Израиля, а Израиль, да, передовой в определенных отраслях науки считается. Как бы это с экономической точки зрения, говорит, нам выгодно будет как государству. Хотят они вот там, на Украине, мы это дело обеспечим. Соответственно, вот борьба шла между разными такими транснациональными группировками, кто сможет, как сказать, обеспечить осуществление этого проекта. То есть, если бы эта украинская элита осуществила бы, да, дала бы эту возможность, и так тихо, мирно, они бы там этот выстроили бы в Крыму, и там в прибрежных этих регионах, этот Новый Иерусалим, они бы, соответственно, получили гешев с этого всего дела. Наши, наши получат. То есть, грубо говоря, это твое субъективное мнение, понимаете? Такая крупная финансовая, ну такая масштабная, да, так скажем... Продажа. Да, нет, тендер. Тендер. Ну, грубо говоря, представляешь, что мы с тобой высокопоставленные иудеи, сыны Дома Израилева, которые рулят финансовой системой в мире. Мы понимаем, что там уже как бы неактуально находиться на земле обетованной, вообще мы ее не любим и ненавидим в каком-то смысле, как я еще говорю, религиозно-евреи, именно американская часть вот этих еврейств об этом говорит. И они предложили тендер. Говорят, друзья, вот сделайте так, чтобы вот там территория была освобождена от местного населения, больше нам ничего не надо. Мы сами все приедем, построим заводы, фабрики, дома, но нам надо сделать так, чтобы там никого не было. Тендер заключается в этом, понимаете? Кто, соответственно, нам эту историю обеспечит, тот получит от нас как бы и финансовую помощь, и гуманитарную в виде там, не знаю, заводов, газет, пароходов, ну и каких-то технологий современных. Ну и вот, дальше, как говорится, товарищ Беркут, есть такой общественный деятель на Украине, много об этом говорил, друзья мои, посмотрите его видео, с года с 2000, наверное, какого, 4-го, 5-го. Он про этот тендер давно говорил, что вот предложили тендер, кто за него возьмется, неважно, кто за него возьмется, британцы возьмутся, китайцы, еще кто-то. Смысл в чем заключается? Нужна территория без населения. Но это именно для той части, для той части сынов дома Израилева, которые хотят, чтобы Израиля не было, понимаете? Это в основном те, которые живут в Америке и занимаются финансовой системой этой глобальной ФРС и прочим. А есть другая часть, израильтяне, которые не хотят никуда деваться, им хорошо там, понимаете? Там еще противоречия внутри самого сообщества этого есть, понимаешь? Я бы этому генералу посоветовала сменить звезды на погонах, на шестиконечные. Слушай, ну, как оказывается, у вас очень много предателей. Вот, понимаешь, что сейчас замминистра обороны целого арестовали, обвиняют его в взятки в миллион рублей. Мы вот тут ролики смотрим в интернете, понимаете, как человек, как сыр в масле катался, там, миллиарды долларов направо-налево разбрасывал. Ну, пусть за миллион рублей посадят. Какие-то там конспирологи говорят, что на самом деле там будут госизмену предъявлять. Это то же самое, то есть именно про этого человека говорил в свое время, как сказать, ныне покойный господин Пригожин, да, выступал и говорил, что, дескать, вот так вот какие-то нехорошие вещи там творятся в Министерстве обороны. Мы, конечно, этому не верили ни секунды, понимаешь, мы абсолютно поддерживали то, что происходит в Министерстве обороны. Но, как показала практика, Пригожин оказался прав, понимаешь? И сколько таких еще генералов, нам неизвестно. И сколько там конечные звезды у них на погонах, понимаете? У него супруга гражданка Израиля, вот, по странному стечению обстоятельств, понимаете, у господина Иванова. Ну, как бы мы шутим-то шутим, Вика, я же понимаю, что, уважаемые подписчики же понимают, что не все вещи можно говорить прямо, а умный поймет, дуракам не дано. Вот сейчас эти процессы разворачиваются уже на наших глазах. Кто за что топил, понимаете? И вместо того, чтобы пацанам кальсоны, бронежилеты и беспилотники поставлять на фронт, понимаете, они себе дачи покупали, дома, самолеты и виллы. И это замминистра обороны, понимаете? А что еще там творится на других ступенях? Так, может, Пригожин все-таки был прав, когда возмущался? Там даже не дачи на самом деле, там целые дворцы, таких, которые, по-моему, даже и раньше не строили. Как упоительные в России вечера, понимаете, под хруст французской булки они там сидели, наверное, и все о России думали, наверное. Ну, вот как-то так. Дети, граждане иностранных государств, супруга, гражданка Израиля, понимаете, у нас дальше русский патриот был, дальше Иванов, вот сейчас на нарах сидит. Посмотрим, как дело будет разворачиваться дальше, и сколько еще таких же патриотов, шестиконечными звездами на погонах у нас там окажется. Как ты думаешь, цепочка дальше будет развиваться? Ну, я надеюсь, что да, понимаешь? Ну, не хочется наводить тень на плетень, но я надеюсь, что да. Потому что в противном случае нам не то, чтобы победы не видать, нам ждут очень печальные времена, если это, как сказать. Ну, то есть сейчас многие, у меня друг есть, он прожженный, был просто антисталинист, он просто имперец, русский, имперец, вот все. Сталина ненавидел просто всеми фибрами души. И вот когда все это началось уже, СВО, все, через несколько месяцев мы с ним говорим, ладно, я, говорит, никогда не думал, что я это скажу когда-нибудь. Я никогда это не думал. Сталин, говорит, красавчик. Он, говорит, молодец. Я, говорит, сейчас, столкнувшись со всем, что там происходит, и война это все вскрыла, я, говорит, понимаю, говорит, почему он чистки устроил. И я понимаю сто процентов, что никакой победы бы у нас не было. Потому что сто процентов, говорит, тогда была аналогичная ситуация, понимаете. И вот тогда он смог ситуацию переломить, и мы, как бы, победили. Вот если сейчас не получится ситуацию победить, ну, переломить, то вот победы не видать. А победы не видать, это закончится уже деструктивными процессами уже у нас в стране. Но надеюсь, ну, борьба-то идет, сказать, что однозначно кругом предать или нет. Кто-то же его посадил, понимаете. Кто-то же посадил, значит, есть какой-то другой субъект, который заинтересован в том, чтобы государство осталось, и который не хочет носить шестиконечные звезды на погонах. Ну, надеюсь, что заинтересован именно в сохранении России государство, а не в его, так скажем, вилле и дворце. Ну, естественно. Да, понимаешь, даже и вилла бы дал, да бог с ним, пусть у тебя эта вилла будет, и задачи свои решай, понимаешь. Если ты победитель, там, какой-нибудь Георгий Константинович Жуков, понимаешь, победил, взял Берлин, да пусть у тебя будет вилла, пусть у тебя будет самолет на здоровье, если он тебе так нужен, понимаешь. Ну, ты хотя бы задачи выполняй сначала, сначала думай о родине, а потом о себе, а не наоборот. Они же сначала о себе думают, а потом о родине. Никто же не говорит, что они там должны в хрущевках жить. Понятно, что они там не бедные люди, как бы, и не должны быть бедными, да, чиновники такого уровня. Но сначала же задачи нужно выполнять, в первую очередь боевые, да, как вы, коль уж вы уже люди на себя погону надели, а потом уже о себе думать. А они о себе только и думают, больше ни о чем, как показывает вот практика дела товарища Иванова. Я так думаю, что они сумасшедшие, вот эти вот, которые ритуалы вот эти делают, волосы в крови, обмазывают пеплом себя. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться перед лицом моим, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Я, новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Есть же, наверное, среди них все-таки в Радвинате, я имею в виду, здравомыслящие. Вот что мы можем им посоветовать, куда мы можем их направить, чтобы мир вокруг нас изменился? Может быть, они все-таки захотят что-то новое? Ведь сам космический мир изменился. Земля входит в другую стадию. Да, эпоха изменилась. Знаете, вот есть солярные и лунные культы. Они во всех традициях прослеживаются. Лунные и солярные. То есть Луна и Солнце. А в чем там смысл заключается? В том, что солнечные культы, это предполагает, что это же про людей. Это же не про светил, это про людей. То есть человек является генератором энергии, источником света. И его любимое занятие, как сказать, его природа — это отдавать. Он свет, Солнце же отдает, оно ничего взамен не происходит. Он просто отдает. Он генерирует свет. А так же и люди. Он источник света, генераторы света, генераторы энергии. А есть люди, поглощающие свет, понимаете, лунные культы. Они потребители. Они ничего не производят, они только потребляют. Общество потребления — это создано их руками общество, понимаете? Они только потребляют, это такой паразитический склад ума у людей. Но это они не от природы такие, это их культура такими воспитывает, такими делает воспитание, культура, среда, где они вырастают, понимаете? Лунные культы — это про это, про бесконечное потребление всего, в том числе и этого света, который излучает малое количество людей. И этих людей, излучающих свет в те эпохи, в тёмной, было очень мало. Тёмная эпоха была. Сейчас их становится больше. И неважно в каких традициях, у людей начинает включаться свет. И вот эти люди, которые хотят свет генерировать, а не пожрать, они должны объединяться между собой. И неважно в какой-нибудь конфессии находится. Суфи — это который свет излучает, это каббалист какой-то свет излучает, потому что каббал — это про свет, то есть божественный смерть спускается нашу в мир, и через древо Сефирота он как-то там искажается. Это же тоже про это. В христианстве есть и сихазм православный, есть который свет этот излучает. Соответственно, этих людей, которые излучают свет, должно становиться больше. А тех, которые потребляют этот свет, понимаете, паразиты, паразитический склад ума, вот с этим и нужно бороться. Эти так называемые лунные культы. Луна потребляет, да, а эти вот излучают. Белый свет — это излучает, а чёрный почему? Чёрный поглощает свет. Вот чёрное и белое, понимаете, люди в чёрном. Вот люди в белом должны победить людей в чёрном, причём неважно в каких они конфессиях находятся. Тогда закончится борьба. Нет, она не закончится, это просто другой этап будет. Это же как пульсация, понимаешь, расширение, сохранение, расширение, сохранение. Ночь Брахма, день Брахма, это я не знаю. Ночь Сварага, день Сварага. Это другая волна наступает. То есть людей, которые генерируют свет, которые хотят отдавать. Не брать, а отдавать. Эти брать хотят, всё как хомяки, понимаете. Щёки натолкают, как товарищ Иванов, понимаешь, и всё им мало. Это потребители, они паразиты по своей натуре. Они могут только брать. А люди, которые излучают свет, они его отдают. И оно им не нужно, они как солнце, отдают просто свет. И вот там не то, что борьба идет, это другая эпоха наступает, когда доминировать будут уже те, которые излучают свет. Через какое-то время опять всё вернётся на круги своя, и там цикличность будет. Но пока вот так. Соответственно, нужны люди, генераторы энергии, генераторы этого света изнутри. И тогда эти, которые потребители, будут уходить на второй план. Общество потребления — это их порождение. Они всё пожирают. Планету, ресурсы, других людей, коров этих бедных и всё остальное. Но так как Луна считается уже мёртвой планетой, то есть она действительно умирает и отдаляется от Земли, то, конечно, они уже исчерпали свои силы, и поэтому действительно мир переходит в более светлое пространство. Но я так думаю, что и Земля же должна, как предсказано, стать священной планетой. Поэтому я так думаю, что этот цикл должен быть всё-таки завершён. То есть люди должны объединиться, свет должен победить, и Земля станет священной планетой, и мы перейдём вообще в новое абсолютное изменение. Не важно, в какой конфессии человек находится, понимаете? Сами себе вопрос задайте. Вы миру больше даёте или из мира больше пожираете? Вот если вы больше потребляете, чем отдаёте, то вы есть паразит, уважаемый наш слушатель. А если вы больше отдаёте, чем получаете, то вы есть генератор чего-то там, энергии, не знаю, любви или просто там благотворительность, меценат и всё прочее. Просто к себе вопрос задайте, кто вы? Паразит или генератор энергии? А они это не воспринимают, и что? Они же люди книги. Они люди книги. Закон откуда появился? Это же от них законы пошли. Почему? Потому что люди книги. Всё должно быть по букве закона. Какого закона? Закона Моисеева. Из закона Моисеева выросли все остальные законы. То есть когда люди потеряли этот свет, потеряли совесть, связь с Богом, понимаешь, им написали книгу. Нормальному человеку надо писать там «не насилуй, не убивай, не воруй». Ему не надо, у него есть этот голос внутри него, который ему это не говорит, не надо делать. А когда книга ему нужна? Когда этот голос пропал, понимаешь? А управлять стадом всё равно надо. Вот тогда появляются законы. Когда человек уже не в коне живёт, а за коном, да? То есть нет у него внутреннего этого света, понимаешь? И что должно, чего можно, чего нельзя. Нет этой этики внутренней, нет этой нравственности. Всё, тёмные времена. В тёмные времена выдали книгу, потому что отупели и понимают, что они друг друга сожжут, понимаете, в животных превратятся. Чтобы они превращались в животных, им законы дали. И это люди, вот они законники, почему? Вот буква закона, закона какого? Моисеева, написано так. И они будут это написано и исполнять до бесконечности. Пока они осознают, что им нужно внутренний этот свет включить в природу, тогда им не нужны будут законы. Они просто сами будут знать, что не надо никого там насиловать, убивать там, или что там ещё делать. Понимаешь? Это внутреннее состояние им просто не даст этого делать. Им не нужны законы, они просто знают, что так делать нехорошо. Вот в чём дело, понимаешь? Про личную трансформацию. Они будут всё по букве закона. Вот у них по букве закона рыжая корова. Нету в природе рыжих коров. Им такую написали, понимаешь? Это типа как рак на горе свистнет, когда, понимаешь? Вот значит нужно сделать свистящихся раков, понимаешь? Скрестить рак с соловьём генно-модифицированным, чтобы рак свистеть начал, чтобы исполнить пророчество. Вот так же они эту красную корову сделали. Нету таких в природе коров рыжих, чтобы ни одного седого волоса, чёрного никакого не было. Так они их гемошных вывели. Кого хотят обмануть? Исполнить букву закона. Вот понимаете, слишком буквально же понимают всё это. Свистящих раков, я же говорю, вот они же такие же люди. Там написано, это случится, когда рак на горе свистнет. Мы же понимаем, что это шутка. Они понимают буквально. Значит нужно нам что сделать? Сделать раков, которые будут свистеть. В чём проблема? Ни в чём. Давай скрестим рака и соловья. И там выведем свистящих раков. И всё, исполним пророчество. Конечно, это то же самое с этими рыжими коровами. Откуда они их взяли? Они их гемошных вывели, стадо целое. Целый там, передачу про это смотрел. Там вот он мучился. Ну как? Нет уж таких вот ярко-рыжих. Вот он собирал ГМО, там всё это ДНК им менял, чтобы цвет. Понимаешь, сейчас же можно там ДНК помять, цвет будет. В волос там всё остальное. Генномодифицированных вывел. Почему у нас общество защиты животных молчит? А наше общество что будет разговаривать? Это же американцы и как-то израильтяне делают. Но в Америке тем более это развито. Ну слушай, общество защиты животных на говядину не распространяется, наверное. Это же не Индия в конце концов. Если бы в Индии это было, там, наверное, было бы возмущение народных масс. А тут же это всё-таки говядина. А как ты сам относишься к убийству животных? Вот, например, корова была придумана для того, чтобы она свежую траву перерабатывала в молоко. И мы пили это целебное средство. Молоко это самое, по-моему, волшебное средство, которое природа придумала и мёд. Вот. А мы убиваем её, потом пускаем на кожу, делаем сапоги. Ну, примерно всё то же самое, как и во время концлагеря. Вика, это остатки технологий тёмных веков, понимаешь? Вот, представляешь, резко наступило оледенение. Уже бананов у тебя нету, апельсинов у тебя нету, ничего нету. А есть вот маммонты там или, знаете, какие-то животные. Естественно, человек переходил от безысходности на другие режимы питания и всего остального. Как бы, ну, а что делать? Холодно, нужно одеваться. Выживали как могли. Сейчас технологии позволяют, конечно, не использовать натуральный мех. Соответственно, люди не используют искусственный мех, там, и кожу, и всё остальное. Всё больше и больше, как сказать, широкое распространение это имеет. Всё меньше и меньше используют естественные натуральные меха. Это просто даже уже не модно, понимаешь? Ну, почему? Потому что технологии, человеческий разум дал возможность не убивать животных. Соответственно, наша задача будет в последующих поколениях опять Землю превратить как бы в экологический такой позитивный рай, понимаешь? Вот. Я думаю, что это и сделают люди, если не сожгут мир в ядерном огне какие-нибудь идиоты, то всё будет хорошо. То есть, на самом деле, коровы должны быть, они должны давать молоко. Есть их не обязательно совершенно. Я тут видела тоже небольшой ролик, там, где и мясо уже прям делают как мясо, но из полезных вещества делают. Вот. Я на такое вполне согласна. То есть, не какую-то гадость нам впихивать. Вика, ну, технологии, технологии, они многие вещи, как бы, нам будут помогать. Уже помогают, ещё больше будут помогать. И в этой сфере тоже. То есть, до какого-то возраста белок, наверное, нужен, когда организм растёт. Потом он уже меньше нужен, там. Ну, куча нюансов весь в этом вопросе. Но опять же, я говорю, человеческий разум будет всё глубже-глубже разбираться в этом всём, как устроено, да, там, и придумывать альтернативу этому. А что у нас сейчас происходит? Вот чувствуется, что какая-то идёт смена энергии прям вот непосредственно в ближайшие вот эти вот месяцы. Как ты думаешь, что происходит? Это же мир энергоинформационный. Когда человек говорит, что там какие-то энергии в него новые вошли, это же не только энергия, это информация. Понимаете? Энергия вместе с информацией всегда идёт, они в комплексе, одно без другого не бывает. Информация на каком-то носителе бывает, на свете, да, там, на какой-то, на волне. Соответственно, эта волна тоже содержит в себе информацию. И вот эти новые загрузки идут, новые программы. Как я тоже попадаю там в тонкие миры, понимаете? И говорит, ты знаешь, это обновления сейчас приходят всем. Я говорю, а что они всем приходят? Говорит, всем. Но у кого, говорит, они устанавливаются нормально в его сознание, а у кого-то они устанавливаются. Говорит, ну, это, как у вас в компьютере, приходят обновления, новая операционная система. Но если у вас компьютер старый уже, там, жёсткий диск слабый, процессор дряхлый, встанет это новое обновление, там, Windows 10? Нет, не встанет, будет на своём Windows 95 жить. А у кого-то встанет. И вот сейчас эти все загрузки новые происходят, и люди чувствуют разные состояния, у них резко меняется осознание, понимаете? Они своими этими химтрейлерами, там, всякими разными, там, едой, там, всеми прочей, разная трава, ничего пытаются сделать. Уничтожить сами носители, понимаете? Сделать наши компьютеры, процессоры такими плохими, чтобы они не могли принимать эти обновления, которые происходят вот естественным образом. Поэтому, друзья, держите свой мозг в чистоте, держите своё тело в чистоте, и принимайте настройки нового мира. Скажи, пожалуйста, вот я знаю по некоторым данным, что тонкий мир, он настолько красочный, что даже мы себе не можем представить его. У тебя такие же сны? Ну да, ну, цвета, которых не можешь воспроизвести. Ну, у нас же очень, очень, как бы, узкий спектр восприятия, что слуховой, что зрительный. Когда ты находишься за пределами этого восприятия, через обычные свои приборы, глаза, уши, там, там более широкие гаммы, в этом же и проблема заключается, как это всё переносить в наш мир. Ну, талантливым художником получается иногда, да, там, Сальвадор Талисово и сновидения рисовал. Раньше музыканты, они так называемая музыка сфер. Кто не знает, что такое, можете в Википедии почитать, да. С древней ещё Греции считалось, что вот нужно в этих изменённых состояниях сознания слышать музыку сфер, и потом вот они её воспроизводили, да, как там Бетховен или ещё кто-то там, великие композиторы. Это музыка сфера. Сложная, как бы, и не каждый её может там исполнять. По-другому всё, конечно. Алан, вот я сейчас тебе зачитаю, потому что сама не запомню даже. Сон может быть порождением нескольких причин. Первое – это рефлексы, явленные воображением. Второе – это воспоминания, всплывшие из глубины сознания. Третье – это воздействие тонкого мира. Четвёртое – это впечатление от нахождения в тонких сферах. И пятое – это дальняя весть. Скажи, ты как-то разделяешь их? Да, первое – это сны, там первые два, по-моему, да, это сны вашего подсознания, то есть когда вы находитесь в режиме работы своего сознания. То есть ваше подсознание во сне обрабатывает некую информацию, полученную вами вот в повседневной жизни. Есть уже, когда, ну это как первые, вторые там врата сновидения так называемые есть. То есть дальше, когда человек развивается, он выходит за пределы там своего этого тела, да, уже и попадает в эти пространства энергии. Там, конечно же, всё другое кино начинается. И они отличаются чем между собой? Что вот есть миры, порождающие энергии, то есть когда ты находишься в миру, который, вот наш мир, он порождает энергию, да, тут всё там энергии разные, люди, энергия, всё, энергии. А есть миры, не порождающие энергии, это вот ваше подсознание, мультики, кино смотрите, вот вы кино смотрите какое-нибудь в кинотеатре, оно же не порождает энергию, это кино, не порождает. Вот этими отличаются. Это просто глубина и качество уже в этой практике. Вот многие люди бродят просто в своём подсознании, в своей кукушке, знаете, туда-сюда там. Ну, это как сознание, если представить, у вас там двухкомнатная квартира, вот окон нет, туалет, у вас все хорошо, это квартира вашего сознания. И вы живете в ней, вы считаете, что кроме этого ничего не существует. Ну, вот это вот вы там родились, выросли, нет ничего, это весь мир вас ограничен этой вашей комнаткой маленькой. И тут вы вдруг решили открыть двери, понимаете, в подъезд, да? Ну, вам страшно, вы преодолеваете свои страхи, это же страшно, понимаете, страшно проходить эти первые ворота сновидений, они со страхом. Они со страхом. Пока у человека есть страх, страх это есть, это дверь, не дает открываться. Корпорация Монстров Мультик, посмотрите, ну, про это. Но все равно вы как-то открыли, решились там, вышли наружу, и вы обнаруживаете, что там еще существуют другие квартиры, то есть это огромное здание, там небоскреб, Москва-сиди, понимаете? Это все уже ваше подсознание, все эти комнаты, вы начинаете в них бродить, можно там тоже долго бродить, там всю жизнь на это потратить. А можно выйти вообще за пределы этого дома, я обнаружил, что существует целая планета, а еще там существуют звезды, еще много чего существует, понимаешь, это все разные глубина погружения в эти практики. Но большинство людей живет просто в своей квартирке, в кукушечке своей живет, понимаете, там хорошо, не трогайте меня, я в танке. Соответственно, вот то, что вы описали, это глубина погружения в эти все истории. Но каждый переход, он как бы требует такой, знаете, смерти и рождения, по сути. То есть это ступенька такая, подъема? Ступенька, это ступеньки, да. Скажи, пожалуйста, вот самая большая проблема, вот она у меня тоже, это запоминание снов. Как ее преодолеть? Очень, это самая большая проблема. С чем она связана? С тем, что там другие скорости обработки информации. Если у вас нет навыка, вот, ну, грубо говоря, вот вы во сне птица, да, и потом вы птица, а живете на самом деле вы рыба. И вы бац, на глубины, вот опять, на другие скорости погружаетесь. Соответственно, этот навык нужно нарабатывать. У людей, у которых активное правое полушарие, те, кто занимался музыкой с детства, рисованием. Почему просто жизненно необходимо детям развивать правополушарное мышление, да, творчество любое, там, музыкальное, там, не знаю, танцы, все это, все, что развивает правое полушарие. У них эти навыки будут лучше работать, они более будут, как сказать, в современной эпохе, они будут более адекватны, правополушарные люди, да. Ну, и левое, и правополушарие, синхронная работа должна быть. Соответственно, если не раз это правополушарие, тяжелее запоминать. У них проще. Что надо дальше делать? Когда вы просыпаетесь, вам нужно глаза не открывать и не шевелиться вообще. Вот вы проснулись, не шевелитесь и вспоминайте ретроспективно все, что вы помните. То, что вы можете запомнить. И записывайте это куда? На диктофон, а потом переписывайте в тетрадь. Весните дневник сновидений. То есть единственный способ научить себя запоминать, начать вести дневник сновидений. Так формируются намерения на запоминание. И потихоньку, 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 если начать, например, с детства делать, то это быстро разовьется. Если позже, то позже. Но по-другому никак не получится. Так формируются намерения. И вы начинаете потихоньку, сначала одну строчку записали, потом две, потом три, потом у вас целые страницы будут. То есть ваш мозг получает команду, что нужно запоминать. Вот. И так научитесь. Много людей очень погружаются в сны, и вот осознанные сновидения, и они играются там. Мне кажется, что это очень опасно. Особенно для неподготовленного мозга. Опасно, все опасно. Опасно, это и называется первый врата сновидений. До тех пор, пока вы считаете это опасно, это будет опасно. До тех пор за пределы своей комнатки вы не выйдете, понимаете. Вам на стенах этой комнаты будут показывать демонов, какие-то страшные опасности. Это все вот на границах вашего вот этого вот кукушки вашей будет, понимаете. Вам все страшно, там будут какие-то картинки вам показывать. Точнее, кто их будет показывать? Это вы сами себе показываете. То есть этой двери, которая ведет ваше подсознание, на самом деле не существует. Ее нет двери, она виртуальная. Но для вас она реальная, она соткана из вашего страха. Это ваш страх, он вам не дает. До тех пор, пока вы не поймете, что в этой вселенной бояться нечего, и она создана из любви, понимаете. До тех пор, как бы вы будете там сидеть. Но когда вы преодолеете этот страх, шагнете в лицо своему самому-самому страшному страху, посмотрите ему в глаза, и он развеется. И вдруг окажется, что никакой двери нет, и вы пошли дальше. И так шаг за шагом ваши страхи будут уходить. То есть по-любому сначала ныряние в подсознание идет? Ну, конечно. Естественно, а как по-другому? Для того, чтобы выходить за пределы тела, у вас должно быть очень прокачанное тело сновидения уже. А это как в спорте, понимаете. Вы не можете сразу прийти в первый день в спортзал, в какой-нибудь зал борьбы, а на второй день поехать на Олимпийские игры, понимаете. Так же не бывает. Тренироваться надо, так и здесь. Просто чем раньше человек начинает тренироваться, плюс еще какая-то предрасположенность есть, тем быстрее результаты. Есть люди прирожденные, сновидящие. Как бы у них проще получается. У кого нет прирожденного навыка, его можно нарабатывать. Но те, кто прирожден, у них свои минусы есть, понимаете. Они такие социопаты, часто в шизофрении страдают, еще чем-то, понимаете. Потому что некому ему объяснить и дать картину мира, что те миры, которые он видит, это реально существующие миры. Надо просто как-то не паниковать, не бояться, понимаете, не истерить. Сиди, спокойно наблюдаю, рисуй, записывай, понимаете. Не превращайся в шизофреника. Большинство шизофреников – это люди, которые просто… Многие видят реальные миры. Хороших сновидящих в советское время, насколько я знаю, их искали по психушкам. То есть у них определенные были… Называлась практическая психология. Люди, которые в структурах занимались этими вещами. И у них определенные были признаки. Они всех поднимали по Советскому Союзу, ездили детей больных шизофренией, такими разными странными отклонениями. Ну, подростков в основном. И вот искали их. И потом брали их, тестировали. И все. И дальше их уже обучали. Все, друзья, благодарю. Рад был вас видеть, слышать. Спасибо, Алан, за ваши консультации. Будем преодолевать свой страх вместе и осваивать сны. Спасибо.